К нам поступил интересный вопрос. Надо ли православным отгораживаться от других христиан? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала прояснить, что значит отгораживаться. Потому что, в первую очередь, Господь сказал, что мы должны с любовью относиться к каждому человеку. Не важно, это праведник или грешник. Как говорит апостол Иоанн Богослов в своем послании. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? То есть, не важно, какой человек конфессиональной принадлежности, мы должны относиться к нему с любовью. Но относиться к человеку с любовью, это не одно и то же, что разделять его взгляды. Потому что православная церковь исповедует в том, что только в ней есть полнота истины. И мы не можем по многим вопросам согласиться, например, с представителями других христианских конфессий и динаминаций. И мы должны честно им об этом говорить. Также существует канонический запрет для православных христиан на совместную молитву с христианами других конфессий или с еретиками. Потому что в молитве человек входит в единое пространство молитвы, а значит он разделяет единую веру с тем человеком, с которым молится. Именно поэтому, например, на божественной литургии символ веры мы поем вместе с вами перед евхаристическим каноном, перед тем, как мы будем с вами причащаться от единой чаши. Поэтому молитва с представителями христиан других конфессий, она канонами для православного христиана запрещена. Но общение с этими людьми может быть и может быть даже очень полезно. Важно понять просто, какова цель этого общения. Потому что если вы сомневаетесь, что ваших знаний может хватить на то, чтобы... То есть это не обязательно должны быть какие-то споры на религиозную тематику и так далее. Ведь вы можете в общении показать добрый пример доброго христианина этим людям. Вы можете рассказать им о своей вере. И это повод для нас с вами, для православных христиан, изучить нашу веру еще лучше, чтобы мы могли дать каждому отчет о своем уповании. И поэтому общение, на мой взгляд, нужно, если оно имеет правильный посыл и несет себе пользу. Если же общение заканчивается руганью, спорами или какими-то вещами, которые могут быть неполезны, то смысла в нем нет. Но искусственно дистанцироваться, конечно, от них мы не можем. Потому что наша проповедь обращена ко всем людям, вне зависимости от конфессии.